В Забайкале рассказали о последствиях природных пожаров. В Забайкале рассказали о последствиях природных пожаров в 16.34 РИА Новости, Евгений Епанчинцев. Последствия пожаров в селе Усть-Тюмал Канонского района Забайкальского края. РИА Новости, Евгений Епанчинцев. Чита, 20 апреля Новости. Число пострадавших в результате природных пожаров в Забайкале превысило 400 человек, сообщила пресс-служба губернатора Забайкальского края. От штормового ветра и перехода степных палок и возгораний 19 апреля произошли пожары в семи муниципальных образованиях, в 15 населенных пунктах. Огнем уничтожены 111 домов, из них 91 жилой дом, 20 нежилых домов. Уничтожено 35 надворных построек. В пунктах временного размещения находится 39 человек, из них 19 детей. Сгорело 12 животноводческих стоянок, погибло 30 голов крупного рогатого скота. 12-16. Погорельцев Забайкалья смогут восстановить паспорта без уплаты госпошлины. В Министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края в течение дня велась работа по составлению списков пострадавших от пожаров. На 20 апреля в результате перехода огня на населенные пункты пострадавшими считаются свыше 400 человек. Данные списки постоянно уточняются, говорится в сообщении. В региональном Минсоцзащита под председательством зампреда регионального правительства по соцвопросам Айгмы Ванчиковой был создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров в 8 муниципальных образованиях. Огинском, Александрово-Заводском, Борзинском, Дуль-Дургинском, Краснокаменском, Анонском, Оловянненском и Приаргунском районах. 11-6. В Забайкалье из-за пожаров сгорели порядка 110 домов. Наши специалисты совместно с психологами индивидуально работают с каждым пострадавшим, выясняют ущерб, решают вопросы по восстановлению утерянных при пожаре документов. Также мы составляем списки граждан для определения потребностей в материальной и финансовой помощи. Информация из некоторых районов еще поступает, сказывается отсутствие связи, электроснабжения в некоторых населенных пунктах, приводит пресс-служба слова Ванчиковой. В крае организована работа пунктов помощи пострадавшим, куда земляки несут вещи первой необходимости, одежду, постельные принадлежности. Также открыт расчетный счет Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, куда уже начали поступать денежные средства. Кроме того, на днях в Забайкале прибудет гуманитарным груз из соседней Бурятии. Что касается финансовой помощи, мы активно работаем над тем, чтобы в ближайшие дни люди получили выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей, приводит ведомство слова Ванчиковой.